все чат, погнали 14-15 фулл патч превью бафчики бафают талончика делают ему так, что у него даже short range q будет его дашить, теперь ему гораздо проще будет играть на, то есть я так полагаю у него short range q будет до где-то 250-300 ранжа его дашить и все равно наносить максимальный урон, это huge quality of life, это очень приятно прям, он станет еще посильнее, хотя он и так окей чемпион единственная проблема талона сейчас это то, что на миду стоять невозможно потому что там все адшники, адшники сут на ассасинов, так, варусу дают плюс 2 ад минус 2, он минус 2-10 он хит с w и перерабатывают как-то пассивку так что она скелится от левела атак спид с добиванием миньонов на 20% больше, бонус атак спид с чемпион тэкдауна тоже плюс 10% и бонус ад и ап from чемпион тэкдаун бонус атак спид рейшу тоже плюс 10% короче, он с тэкдаунов будет гораздо больше атак спида получать у него на первых левелах будет побольше силы потому что варусы вроде качают варусы качают w либо на втором, либо на третьем левеле то есть на первых левелах у него будет побольше дэмоджа дальше столько же и атак спид кап повышен на чемпион тэкдаунах и дальше у него любой килл ты делаешь, будет получаться огромный атак спид в тимфайтах но это приличный баф на самом деле персонажа, но с учетом того, что варус тоже кракен слейер абузер хотя он может ботар вместо кракена собирать, да? может быть это компенсация нерфа скорее есучу накидывают 2 армора 10 дэмоджа 10-30 дэмоджа на ешку и бонус дэмодж за каждую ешку по крипам теперь плюс 10% на первом левеле там максимально, по-моему, 4 стака, да? это плюс 40% дэмоджа на последнем плюс 40% базового дэмоджа короче, плюс 10 и еще плюс 4 на 0,7 2,8 плюс 13 дэмоджа на ешку на первом левеле по врагу весьма приличный, кстати, баф в общем и целом еще и с армором конечно, ясуа один из юзеров кракена но ясуа может собирать и ботарок вполне его это не сильно смущает а может собирать и инфин какой-нибудь первым айтемом Асольчику делают так, что у него кушка короче, меньше скейлится от АП больше скейлится от Стардаста теперь у нее в чистом бюрст дэмоджа который каждый там полторы секунды пробкает по врагу есть скейл от 12% Стардаста это вообще весьма прилично на самом деле потому что там, когда у Асола 400 Стардаста это вообще солидно будет хотя базовый дэмодж под нерфили чуть-чуть ну в общем и целом это баф кушки, судя по всему хотя написано, что это нерф может быть, конечно, тут не знаю по ощущениям это баф больше на последнем левеле минус 20 дэмоджа ну плюс 12% Стардаста минус 5% АП минус 0,1% таргет макс хелф персто Стардаст все равно выглядит как будто это баф если честно Ешка, монокост инкрис ну это вообще ничто зато дает теперь один стак гарантированно если больше 400 целей умирает кайф не выглядит как нерф если честно Аврора ну Аврора сейчас самый балансный персонаж в игре поэтому она заслуженно получает свои нерфы Q2 река с кулдаун редюст это, кстати, баф no longer а, теперь не может промахнуться по основной цели пассивка теперь бонус мувмент спид 5-10% скелится поменьше и скелится на 3% меньше за каждого духа это, кстати, солидный нерф ее мобильности минус 3% мувспида за каждого духа плюс 2 секунды на всех левелах W ну да, там, когда КДР настакивал кулдаун становился слишком маленький инвиз теперь инвизибилити брейки на аутоатакс now happens on launch атак instead of pre-attack so you want accidentally брейки инвизибилити by starting а, теперь если ты не канцелишь если ты канцелишь автоатаку ты не вылезешь из инвиза ну это такое не шибко важно jump back distance а, это не дистанция это фейк написано это не дистанция это скорость теперь будет 150 плюс 200% мус спида теперь это будет быстрее со временем в начале помедленнее каждый раз когда ты под замедлом значительно медленнее ты будешь отпрыгивать на ешке теперь manual spell buffing system это я не знаю что означает скорее всего что ее будет баферить труднее с другими сплами или что between worlds теперь ульта минус 50 минус 50 демеджа минус 5% апоскейла теперь не лочит камеру когда тебе телепортируешься ну короче нерфы на самом деле нерфы логичные но я думаю персонаж все равно останется гиперсильным даже после всех этих нерфов она просто слишком на релизе в данный момент слишком имбалансная и дальше мы переходим к нерфам адешничков да наконец-то из реалю наконец-то нерфят я помню кстати тот патч который они накатили лишний баф из реаля я тогда еще говорил что из реаля будет турбо имбой он стал турбо имбой теперь ему откатывают 10% фул адес кейлинга на кушке что весьма прилично это понерфит как и его логичных фазу так и скейлинг достаточно жестко но из реаля один из адешников который не пострадал от нерфов кракена и лдр леона самого имбалансного саппорта нерфят у нее пассивка максимальным левелом будет дамажить минус 17 а w к 9 левелу будет дамажить минус 20 но это нерф ни о чем на самом деле она все равно будет самым сильным саппортом гарантированным шиваночку нерфят потому что она на лоуилу жестко стомпит у нее убирают тоталаде скейлс ешки перемещают это больший базовый дамаж я не знаю тут по цифрам трудно тут нужно считать поскольку тоталаде нужно считать от левела я думаю что скорее всего они весьма приличный нерфят эту шивану я сочувствую всем драгон мейнерам но она действительно у нее винрейт был слишком ебнутый на лоуилу поэтому она требовала нерфа жаль что на хаила теперь она станет еще более неиграбельной так чемпион аджасмент соколички w кулдаун уменьшает и 4 секунды на последних левелах но это хорошее изменение у нее в лейтгейм тимфайтах становится большая ну есть некоторые проблемы это их решает потому что она все равно максит на второй будет ешку а не w ульта а на ульте короче они прикольно делают они нерфят 20 секунд кулдауна на первом левеле но при этом бафают r1 дэмэдж на 30 на первом левеле нерфят на 30 на последнем левеле соответственно на 11 остается такое же и r2 бейс дэмэдж бафают на 10 на всех левелах а он работает как экзекьют то есть получается что у тебя на 6 левеле будет плюс там где-то 50 дэмэджа с ульты в олыне это весьма сильный баф кстати а калия думаю в целом но и нельзя будет просто ходить и спамить ультой тоже теперь это минус но изменение вообще в правильную сторону супер в правильную сторону одобряю максимально кассиопею наконец-то нерфят ей накидывают ману нерфят ману пер левел на кушке 20% оперейшего снижают чуть-чуть снижают монокосты для эрлигейма миазма монокост редюсят на 20 на последнем ранге но это вообще не имеет значения никакого потому что ты ее максишь а кстати я не помню какой ты ее максишь но все равно кассиопея там настолько много мана что она и так никогда не заканчивается в мидгейме или лидгейме на ешке нерфят 5% апоскейла по запользованию таргетом и в итоге минус 20% на кушке минус 5% за каждую ешку это хороший нерф кассиопея действительно была слишком сильным топлейнером неадекватно неплохим мидлейнером поэтому одобряю одобряю нерфщик ирэлии накидывают 40 хп но нерфе 2,5 хп пер левел в общем наверное это баф скорее всего потому что она действительно тут как написано что ирэлии достаточно часто находится лоу хп а эти 40 хп помогут ей в улынах особенно на левел 1 они помогут ей брать прио от левел 1 сильно зависит ее ленинг фаза потому что у ирэлии ирэлии вот первые 2 левела пережить достаточно трудно против персонажей как дариус всякие прочие мрази теперь станет намного проще а дальше в принципе уже на скилле можно кое-как раскатать там хорошее изменение для ирэлии я думаю скарнеру бафают 5 хп пер левела и монокост кушкина 10 но самое важное делают так что ешка больше не может никого схватить за твоей спиной это кстати была супер спидозная интеракция у скарнера то что он мог просто увести тебя в любую сторону куда он захочет когда хочет стукнуть стену завести под тавер что угодно даже из-за своей спины это убрали но при этом бафнули монокост хп пер левел это больше нер ой это больше баф топлейного скарнера причем очень жесткий баф топлейного скарнера я думаю мы снова его очень много в компетите и после этого увидим возможно даже каждая игру будет я не знаю зачем это делают мне не нравится этот персонаж на топе он супер скучный танк но видимо мы будем увидеть его много в проплее Сайлоса перерабатывают Сайлоса перерабатывают так что ему нерфят дэмэдж на кушке на 10 а это explosion дэмэдж только на 10 explosion дэмэдж и 10% ап но при этом бафают кулдаун на 1 секунду что очень много для спула который падает аж до 7 теперь падает до 6 секунд и на W тоже нерфят 10% ап дэмэдж и Хилу срезают 15% ап но добавляют 5% бонус хп скейлинга 5% бонус хп допустим у тебя айтем какой нибудь дает 400 хп это 20 хп на этот тонатоп примерно байтит Сайлоса собирать какие-то хп предметы но у него не так много хп предметов кроме вот космик драйва который бафнут следующим патчем может ли андре какой-нибудь ну короче и на ешке ап скейлинг нерфит ну короче его больше перерабатывают в сторону того чтобы он использовал больше кушку и зависел больше от нее чем от других спелов я одобряю это изменение потому что это прикольный спелл его можно синергировать с контролем союзников можно синергировать со своим контролем он очень сильный то есть у него все равно дэмэдж остается ебнут наверное самый дамажичный спелл в игре вообще если им попасть у него там 400 дэмэджа на последнем левеле по-моему и 150 скейла что-то такое весьма вероятно Сайлос станет возможно сильнее с этого всего так Йончику накидывают 20 дэмэджа на макс ранге кушки и срезают 20 секунд на последнем ранге ульты кулдауна это такой приятный баф особенно особенно к 9 левелу плюс 20 дэмэджа на обилку которая может еще критовать весьма хорошо получить я не знаю Йон и Йосу и так находились в хорошем состоянии единственная их проблема то что они не могли как и многие персонажи лейнить против АД АД чемпионов но теперь АД чемпионов нерфит жестко и я думаю что вот эти вот бафы они немного чересчур Зеду накидывают 20 дэмэджа на макс ранге с шурикена но при этом нерфит 10 бонус АБД скеллинга на этом шурикене это значит что до 200 бонус АД у него будет больше дэмэджа на кушке а это означает что чем ближе к 9 левелу тем более невозможно будет стоять за персонажей короче более жестко он будет покать тебя на меду прям лютое изменение на самом деле ой повышает кулдаун на 20 в общем и целом на самом деле это баф Зеда еще один но не супер большой то есть до этого был супер имба баф я думаю Зеда еще просто не раскусили что он стронг этот баф возможно перегнет его в сторону имбы чемпиона но еще у Зеда проблема что он тоже был слаб против АДшников как только АДшники пропадут с меда Зед станет в разы сильнее очень много чемпионов в лиге от этого зависит так АП айтемы Абисал маски накидывают 20% ой 10% пенетры радиус увеличивают на 100 но при этом увеличивают стоимость на 200 изменения интересные на самом деле оно хорошо для АП танков но как будто бы 200 голды это очень дорого с другой стороны 10% пенетры и 100 радиуса это тоже очень много я думаю что в общем и целом это небольшой баф это небольшой баф Абисалов в Сулаку огромный баф Абисалов в Компетитиве скорее всего так но этот айтем еще скелится от количества магов в команде только АДшники уйдут с меда магов станет больше а айтем станет сильнее тоже 30% пенетры это очень жесткого уе тем более в таком большом Космик Драйву просто накидывают на халяву 100 хп это возможно сделает некоторых персонажей брокен с ним таких как Владимир Владимир сейчас и так чувствует себя весьма неплохо просто Космик Драйв по валию весьма слаб чистые 100 хп это жестко и еще возможно ты получаешь чуть больше мс вначале если ты его рано собираешь прям вообще кайф баф не знаю кто еще Космик Драйв абьюзер такой но айтем баф он жестко он теперь прям имба Дарк Харвисту кулдаун понижает на 5 секунд и Резет Таймер уменьшает на полсекунды ну приятный бафчик не шибко сильные руны подобряю в принципе можно было кулдауны поменьше сделать на самом деле Дес Денсу о Дес Денсу наконец-таки накидывают 10 армора это 200 голды валию где-то Дес Денс действительно слабоват это сделает его как минимум хорошим предметом хорошим но с Дес Денсом не так много персонажей прям синергирует хорошо потому что в основном самый лучший айтем самый лучший айтем билд на брузеров через хп идет а не через вот такое выживание ну может быть кто-то найдет типа Олаф хорош с Дес Денсом еще какие-нибудь персонажи с Дес Денсом тоже могут быть хороши по Табелту накидывают 100 хп он и так был достаточно сильным айтем это очень сильный баф Кенона на топе а как очень сильный приличный баф Кенона на топе Horizon Focus подожди Horizon Focus и еще 5 ап накидывают он и так сильный предмет его собирали буквально все кастеры в проплее Арич Кихвей Нидоли кто угодно вообще Horizon Focus еще подбафают на 5 ап это приятно для кастеров будет Storm Surge но это был мертвый айтем теперь ему накинули 10% фмс на проке и рейндж чемпионом плюс 7 дэмэджа и плюс 1% по скейлу но рейнджах он действительно наносил слишком мало дэмэджа поэтому такой небольшой подфикс дамага выглядит хорошо счетом того что это айтем без КДР его и так мало кто может билдить White Staff накидывают 5 ап это на мой взгляд чересчур White Staff и так супер эмба ну ладно но это все нацелено на то чтобы маги стали более полезны в лите скажем так относительно адэшников и не было такой большой причины пикать адэшников на мид в общем и целом эти изменения приведут к этому все в целом но возможно кастеры станут слишком убоим о подожди Витцент о Витцент делают так что ты теперь наконец-то можешь его собирать первым предметом и меняют ему билд паф на более удобный теперь у него 2 рекурвбоа в этом билде это прикольно на самом деле если ты стоишь против каких-то апэшников и ты можешь он хитбилд себе позволить такую опцию иметь приятно это кстати делает так что и Релия сможет собирать Витцент первым предметом против ап матчапов некоторых на топе это вообще кайф изменения давно его жду но я бы хотел чтобы тут еще сняли атак спида с этого предмета и дали адэ но это уже мечты влажные и наконец-то нерфы адэшников Кракен Слейеру нерфят 2% мув спида и ренж юзером пассивку Кракен Слейера нерфят на 20% по демеджу изменения максимально адекватные это самый нездоровый предмет особенно вкупе с ЛДРом который всегда собирался третьим хорошими игроками у тебя получалось так что Кракен дамажит дофига и его эффект имеет 40% пенетры на лордоминик регарде теперь Кракен Слейер приводит в более-менее норму будет меньше чуваков которые будут тебе разносить кабину уже на первом слоте а ЛДР наконец-то перестает быть самым имбалансным наверное предметом в игре это где-то нерф 7% пенетры а не 5 сколько там 5,65 5,65 пенетры нерфится это очень большой нерф ЛДРа Мортал Ремайндера нерф поменьше но тоже 5 АД это нормально 5 АД это 175 голды валью это окей тут гораздо больше нерф тут нерф голды 300 наверное даже больше скорее всего так кстати к Шиву просто 2 мегмент спида срезают и 100 голды коста добавляют но это нерф аналогичный Кракен Слейером кто-то собирал Кракен из АДшников кто-то собирал статик теперь они станут послабее на первом предмете изменения максимально адекватные то есть они не сделают АДшников бесполезными они уменьшат силу АДшников на первом айтеме и подрежут им скейл теперь не будет вот самое главное что у ЛДРа теперь нет 40% пенетры и теперь армор имеет смысл против АДКерри это тоже приятные изменения ботинки их вроде бы отменили из патча но возможно они будут собирались нерфить грифсы на 5% атак спида свифты нерфить на 100 голды айоники нерфить на 100 голды и 2 кд распелл хейста и мерки 5 мрезан вот с мерками я максимально не согласен с нерфом это хорошие ботинки они не должны столько стоить они и так не шибко прям контрят челов которые имеют контроль и стил плейтов нерф кстати тоже короче я не знаю изменения ботинков сомнительные за исключением изменения АДшных и АПшных ботинков мне кажется в общем и целом это будет нерф всем если они это выкатят кроме саппортов которые сером ботинки покупают но мне вот больше всего не нравится здесь мерков такой жесткий нерф ну ладно посмотрим может быть этого и не будет в патче вроде бы они собирались это убрать изменения нул мэджик мантла минус 5 мреза минус 50 голды стоимости это скам на 5 мреза просто я не понимаю этого изменения это изменение то есть нул мэджик мантл был супер крутым предметом которым если ты хочешь защититься от мэджик дэмэджа но при этом тебе не нравится ни один мрез предмет ты мог просто купить нул мэджик мантл и уже чувствовать себя более менее прилично по мрезу и оставить его просто в инвентаре там до 3-4 слота когда ты из него что-то соберешь когда этот айтем уже подскейлится и будет полезен а не в начале теперь эта стратегия станет слабее а смысл это нерфить если это использовалось только хорошими игроками я не вижу не знаю супер странные изменения и флиту нерфят флиту нерфят 3 от хила на первом левеле 10 на последнем кстати 3 на первом левеле это весьма приличный нерф еще там того что ты там за лейнинг фазу прокаешь флит наверное раз 10 может 15 за бэк то это минус 30-45 хп это нормальный нормальный нерф короче все ады персонажа понерфлены вот чуть-чуть со всех сторон но они станут реально слабее кастеры станут то есть теперь мидеры апшные все вернутся на мид все адэшники с миды должны уйти скорее всего я даже не знаю кто из адэшников может на миду остаться если честно в сравнении с имбалансными хвэями азирами которые и так себя нормально чувствовали против адэшников может быть только какой-нибудь из реаль что ли зэду нужен баф нет зэк то так окей мидеры апши